Музыка Корюшка, даже само слово, как бы сказали филологи, вкусная. Ее можно запечь, можно закоптить, но самый простой и самый родной рецепт для каждого петербуржца просто обвалять в муке и пожарить. В общем, Корюшка пошла. В Петербурге стартовал сезон Корюшки. Ее не просто поймать, не дешево купить и невозможно не узнать по запаху. Корюшка пошла на нерест в него. Типичные и стандартные заголовки каждой петербургской весны. Но в этом году едва с мира стиражировали сообщения о начале сезона Корюшки, она исчезла с прилавков, будь то ее и не было вовсе. Здравствуйте, а Корюшка есть у вас? Нет? В маринаде? Какая она, свежая? Она белая, беленькая. Мы объехали все рынки города и десятки рыбных магазинов. И нигде не нашли свежей Корюшки. На самом деле Корюшку украл циклон. Холодный атмосферный фронт нависает над Финским заливом. Минусовые температуры ночью все это не дает заливу окончательно освободиться от льда. Здесь у берега он хоть и тонкий, но все равно есть. Поэтому добывать Корюшку в промышленных масштабах пока невозможно. Но на прошлой неделе на прилавках города действительно видели Корюшку. Так что же это было на самом деле? Тут два варианта. Либо кто-то очень небольшую партию поймал, миленькой рыбке, которая с испугу пошла. Либо второй вариант – это с прошлого года или откуда-то привезенная из-за начек лежала замороженная и перемороженная рыба. Настоящий сезон Невской Корюшки наступит после 15 апреля. Пищевой технолог профессор Александр Ишевский уверяет и предостерегает, даже самый опытный гурман может купить подделку. Вот как выглядит наша Корюшка. Темная спинка, светлая теша. Она достаточно упругая. Плавник, видите, он такой характерный. Есть аргентинский аналог, который к Сильдевым относится. Видите, он совсем светлый. Путешествие Корюшки. Она гуляет по набережной, пьет кофе и даже сочиняет стихи. На какие только фантазии не вдохновляет Корюшка творческих личностей. Ей посвящают рекламные ролики. Нет у Москвы Корюшки. И даже костюмы. Это космическая Корюшка. Космическая Корюшка. Мы же все взаимосвязаны с космосом. Мы связаны между собой нейронными связями, мыслями. Вот она такая, как бы, где-то как в пятом элементе, настроена антенками. Это Валериус, главный художник Корюшки 2019 года. Этот костюм придумал и изготовил сам. Корюшка вдохновила. Мы находимся в этом городе в повышенной влажности, мы тоже как рыбы. Мы плаваем, мы больше, меньше, мы ищем свои потоки, мы эмигрируем. Мы очень похожи на рыб. Чем? Всем. Вам так не кажется? Ну, нет. Если честно. Я себя ассоциирую с улитками и рыбами, например. В его работах главные героини всегда рыбы. Среди них особенно Валериус симпатизирует Корюшки. Все-таки полноправный символ города. Наряду с Дворцовой площадью, не меньше. Любимая рыба Петра Великого, она спасла от голода первых строителей Петербурга. А спустя столетия и жители Петрограда в голодные годы НЭПа. Брендом города Корюшка станет лишь в начале 50-х. И не потому, что во время блокады помогла ленинградцам выжить. Сил на рыбалку тогда не было. От Горюшка спасет нас Корюшка. Эта поговорка не более, чем миф, которых вокруг этой рыбы много. А еще говорят, что она мертвичину ест, да? Ну, много чего говорят. Но это не правда? Не правда, конечно. Серьезно? Она не ест? Абсолютно. А много там трупов, где она живет? Не знаю. Можно догадаться, что не так много. А если говорить о Корюшке с сухим научным языком ихтеологов, то ничего выдающегося в этой рыбке на самом деле нет. Отряд лососевых, семейство Корюшковых, к нему, кстати, еще относится Моева, живет 8-9 лет, по рыбьим меркам это совсем немного. Озмерс и перланус. Это по-латыни? Да. Почему она пахнет огурцом? Огуречный альдегид. Что это такое? Это альдегид. Функции его непонятны. Пойти на Корюшку – исключительно петербургская, в прошлом ленинградская традиция. Это сейчас ее ловят скромно, удочкой. В Ленинграде удили неводами прямо в черте города. Вот уникальные архивные кадры. Ловля Корюшки практически в промышленных масштабах, недалеко от Володарского моста. Морская соль, перец, лимон и немного соевого соуса – авторский маринатс у шефа Антона Пенегина. Удивить рецептами Корюшки сейчас сложно. Да и нужно ли? Можно экспериментировать, но таким образом можно потерять сам весь вкус рыбы. То есть, если добавить какой-нибудь ароматной травы, она будет очень сильно выделяться. Слишком много лимона добавить, и будет кисло. Наша корюшка отборная, потому и такая крупная. Ее доставили в этот ресторан по нашей просьбе. Ведь мы помним, что сейчас на прилавках Петербурга свежей корюшки нет. Ой, она шевелится. Ну, это хорошо. Это хорошо. Жарим до золотистой корочки с обеих сторон. Все, готово. Приятного аппетита вам. И вам. Мы будем по-петербуржски есть. Без приборов, конечно. М-м-м, прекрасно как. Да, корюшка для Петербурга действительно больше, чем просто рыба. Или просто символ наступившей весны. Это одно из проявлений нашей петербуржской любви к этой жизни. Жизни, которую невозможно представить без запаха свежего огурца по весне и хрустящей румяной корочки. Иван Уваров, Курс Уваров.